Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как я изготовил этот тортик такой маленький, закусончик кофе или чаю. Для этого я использую слоюное тесто, которое у меня осталось в холодильнике с предыдущего рецепта. Я разрезаю на разные размеры. Вы можете сделать круглый, квадратный, прямоугольный. Кончиком ножа, не до конца, не до доски прорезываем тесто, чтобы просто у нас было очертить размеры нашего будущего тортика. Вилочкой протыкаем внутри нашего квадратика и придавливаем края немножко вот таким образом. Потом взбиваем один желток с равным количеством сливок, примерно одна столовая ложка сливок. И смазываем хорошенечко края теста. И помещаем тесто в холодильник. Небольшой секрет, почти забыл сказать, посыпал корицей. Вот. И в холодильник и нарезаем фрукты. Я для этого рецепта использовал фиги. Вы можете использовать яблоки, грушу, ягоды любые, какие у вас есть. Осторожно, если очень водянистый фрукт или ягоды, то тесто может не пропечься. Учитывайте этот фактор. Для этого рецепта я использовал покупное черничное варенье. Вы можете использовать варенье, которое у вас есть дома. Смородина, малина, клубника. Что вы хотите. Клубника, кстати, хорошо очень получилось бы. Вот именно ягоды вы бы разложили, а вот именно сиропчик вы бы оставили для второй части нашего рецепта. Но у меня, к сожалению, не было. Вы используйте. Размазываем как для пиццы. И выкладываем наши фрукты, наши фиги. Я на одном тортике выложил малину. И на другом я малину выложу, когда уже все будет готово. То есть, малина будет свежая. Я потом это все расскажу. Посыпайте немножко сахарной пудрой по вашему вкусу. Если хотите сладкое, посыпайте больше. Вот так вот. И в духовочку. Я примерно написал 15 минут. Я проверял, когда дно было готово. Вот 15, может быть, 12 минут. И вынимайте. Когда оно так немножко остудится, смешайте немножко мед. И ваш сиропчик с вашего варенья. Вот и обмажьте. Я, помните, говорил, что буду свежую малину, ну, сырую малину использовать для третьего тортика. Вот так вот я разложу. И кисточкой обмажу. Вот такой простой рецепт на скорую руку. Если вам понравился рецепт, посылайте его другу или подруге. И скажите, вот я приду на кофе. Ты приготовишь кофе, я принесу слоеное тесто. Мы вместе сделаем этот рецепт. У вас займет, ну, полчаса максимум. Если будете делать медленно. Приятного аппетита. Пишите, оставляйте комментарии. До скорых встреч. Ну, друзья, будем пробовать, что мы испекли сегодня. Вот я пробую, типа, горелый кусочек. Чтобы мне и самому интересно, он горелый или не горелый. Вот видите, здесь она готовая. Готовая. Вот мне тоже интересно, здесь ли она. Вкуснятина. Обалдеть. Хрустящая такая. Дорогие друзья. Спасибо, что вы досидели до конца и досмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. И пишите обязательно в комментариях, какие блюда вы хотите, чтобы я сготовил. До скорых встреч. Дорогие друзья. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...